итак добрый день немножко все-таки расскажу о хранении ленты поэтому как в комментариях многие многие спрашивают как как ее хранить хранение ленту не в шинке уже практически в ленте она хранится у меня в основном основная масса хранится после прохождения через электрический шов сначала на электрическом шоке гоняю потом складываю ее на хранение хранил вот такими небольшими пусками где-то по 500-600 штук но это широкая лента ее здесь меньше а вот мелкой тройки ленты будет гораздо больше где-то может быть штук 800 вот самое главное в хранении это то чтобы не чтобы лента не лежала где-то на плоской поверхности особенно на тех поверхностях которые хорошо впитывают влагу скажем бетон которые очень плохо скажем пропускают воздух это тоже там скажем линолеум если у вас там или ламинатный пол на полу все это складывать нельзя поэтому у меня сделана какая-то жарочка небольшая которая на которую я складываю цепочки ленты для чего это надо для того чтобы циркуляция вокруг нашего пучка ленты была бы достаточно такая хорошая циркуляция воздуха я имею ввиду вот естественно поскольку здесь у стола поверхность металлическая то здесь тоже где-то сантиметров 10 поднята сделана такая полочка из речи чтобы снизу тоже хорошо циркулировал воздух самая большая беда у хранения ленты а также у прута это та что ее серединка серединка прута действует как губка и способна впитывать в себя гораздо больше собственного веса воды то есть от серединки самая большая беда и происходит то есть именно из-за серединки по сути прут или лента начинает плесневеть очень часто с лентой в этом плане немножко проще потому что вот как я уже говорил ее можно прогнать через электрический шов серединка таким образом отрезается и остается только чистая лоза которая уже гораздо меньше впитывает влагу и которая уже намного лучше хранится скажем так вот самая большая беда в принципе в хранении материала это как раз летом хотя казалось бы ну что летом летом тепло но летом очень большая влажность поэтому шинку я стараюсь не оставлять на лето я ее всю гоняю через электрошов и тогда уже храним поскольку как показывает правило практика если хранить большое количество шинки похранить ее надо очень тонким слоем до 10 сантиметров свободно не связанную в пучки именно потому что она успевала высыхать вот иначе уже где-то через пару недель образуется так называемая белая плесень вот или как как многие говорят этот белый налет это ничто другое как плесень бороться с ней бороться с ней конечно можно но это все таки лишняя лишняя работа вот поэтому хранится лента вот у меня в таком полуфабрикате что же касается готовой ленты сколько ее надо ну у меня обычно где-то около двух тысяч лент разного калибра разной ширины есть постоянно для того чтобы можно было сделать какой-то определенный заказ вот таким вот образом становится лента с лентой в данном случае лучше естественно зимой когда у нас есть отопление когда в помещении тепло никакой плесени образоваться конечно же не может гораздо хуже летом когда нет отопления когда влажность большая в помещении в том числе поэтому нужно немножко следить я бы еще посоветовал постоянно ну хотя бы раз в неделю раз две недели максимум проверять каждый пучок то есть его снимать посмотреть нет ли на нем каких-то там пятен белых особенно вот потом эти белые пятна эти белые белые налет так называемым легко превращается в черный который с которым бороться уже практически невозможно такой материал но еще с белым налетом мы можем бороться просто вынести его скажем если летом нету отопления то на солнце можно также включить какой-нибудь вентилятор обогрева помещений обыкновенный бытовой скажем чтобы подсушить эту ленту грибок этот или плесень так называемого он уйдет ну естественно постоянно надо следить за процессом чтобы длины за зиму чтобы зимние длины не прошли даром практически вот это все это пол зимы все это кололыш и строгал да еще раз говорю что при отоплении зимой в принципе проблем с хранением особых никаких не возникает вот ну и вот эту всю массу я потиху потиху понемногу гоняю уже до 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 нужной мне толщины вот это иногда занимает еще и все лето почти до следующего сезона вот ну где-то по часику в день стараюсь на шорфе ручном поработать вот поэтому ну такая вот так вот я храню ленту это конечно не панацея можно придумать еще какие-то способы хранения ну например можем спокойно скажем взять пучок и подвесить подвесить куда-нибудь к потолку что тоже будет что тоже будет в принципе равносильно какой-то там этажерке да ну это уже ваше 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 то на что то на что гораздо вот ну у меня вот такая вот система немножко покажу также как хранится уже готовая лента но вот здесь у меня уже готовая лента хранится тоже вот такая вот этажерочка придумана возле стенки вот стенку я специально даже для этого дела обшил у sb чтобы лента ни в коем случае не касалась бетона потому как бетон очень хорошо впитывает влагу и соответственно прутик может легко оттуда этой влаги набрать здесь вот у меня хранится прут поскольку здесь пол бетонный то у меня вот как видно на полу бетона доски на которых уже прут стоит стоит да прутик чем хорош тем что его очень легко можно в больших пучках хранить стоя просто стоя но это не означает что за ним не надо следить естественно нужно постоянно следить чтобы никакой плесени на нем не образовывалось если все таки у вас образовался какой-то скажем белый налет и вы уже считаете что он мешает и не ну не мешает а это уже плохо то бороться с ним можно вот с помощью вот такого вот вентилятора бытового то есть можно запустить его и просушить этот здесь прутик второе бороться можно летом например просто вынести на жаркий нормальный теплый солнечный день вынести на солнышко развязать этот пучок распустить где-то на чем-то я например иногда чтобы чтобы получить какой-то потемнее цвет прутика распускаю просто на солнышке на поддонах вот и таким вот образом он у меня сушится ну вот что касается хранения естественно еще раз напоминаю что всякие такие очень плотные поверхности очень вредят пруту ну например там тот же самый бетон бетонный повод как здесь у меня плитка то это точно так же действует линолеум не пропускает воздух вот если у вас тоже скажем пол линолеумом застелен то желательно было бы тоже послать какие-то доски под прутик или вот под ленту ну естественно ленту уже хранить лучше всего все таки в каком-то таком подвешенном состоянии чтобы воздух хорошо вокруг пучка циркулировал тогда у вас не будет никаких проблем в принципе вот такие вот мысли по поводу хранения прута вот если еще какие-то вопросы возникли задавайте в комментариях либо на ю тубе либо на контакте либо в контакте вот подписывайтесь на мой канал ставьте лайки буду очень признателен вам за активность на моем канале также в контакте вот следующее видео думал будет по тому как на шаблоны я наматываются кольца и вообще как вот как кольца можно сделать ну и так далее все всем пока